Это молитва Богу, это когда мы обращаемся с молитвой внутренней и формируем, формулируем эту молитву, отправляя ее во Вселенную. Вселенная, то что мы называем, мир, это все одно единое, что это божество, просто все по-разному это называют. Кто-то не верит в Бога, ему проще называть это, не знаю, Вселенной или космосом. Кто-то верит в Бога, и для кого-то это действительно обращение к Богу в молитве. Но это все про одно, это все про желание. Когда мы молим Бога, Боженька, пожалуйста, дай моим деткам ума, разума, чтобы они учились хорошо. Это то же самое, что если другая женщина будет сидеть и загадывать себе, я загадываю желание, что мой сын учится в Ельском университете и так далее. То есть все это просто разными словами рассказывается. Все, кому хочется сейчас что-то пообсуждать про меня, про мой внешний вид. Ну, наверное, у вас это не получится. У вас получится просто уйти отсюда. Потому что у нас тема про желание. Не хочу сбиваться с курса. Итак, кто здесь, поднимите, пожалуйста, сейчас ладошкой, помашите мне, кто из проекта Magic Life 2022. Кто сюда пришел, чтобы послушать какие-то мои личные азы, которые я для себя в течение времени поняла, что я хотела бы для вас сегодня рассказать. Мы к нити, если вы тут. А я пока почитаю, кто у нас тут. Краснодар, Воронеж. Астрахань. Ставропольский край. Казахстан. Еще Краснодар. Как много Краснодара. Уже три Краснодара я прочитала. Слушайте, Краснодар прям сегодня рулит. Много. Узбекистан, Польша, Украина. Воронеж. Какая-то хрень там у вас в Америке. А, ну я тебя уже удалила. Ты уже. Екатеринбург. Ёшки. Ёшка, это, наверное, ёшка-ролла. Правильно? А, Польша, кстати. У меня мои родители сейчас в Польше там у вас. Они в Варшаве сейчас сидят в ресторане, ужинают, потому что они ездили получать американские визы. Им одобрили их. Вот. Так что у нас большая радость в семье. Моим мамочкам с папочкой одобрили визы в то время, когда, в принципе, нигде в мире получить американскую визу практически нереально. Но я потом это еще отдельно расскажу. Ну, вот, очень, мы сейчас все ждем, когда их выдадут паспорта, они пойдут домой. Так, Омск, Ёшка-ролла, Оренбургская область, Гомель, Санкт-Петербург, Казань, Вашингтон, США. Приветики, девчонки. Коломна, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Перм, Кировь. Вот, машут мне ребята, которые из Magic Life. Отлично. Ну что? Челябинск, Алматы. Круто! У нас сегодня вся география, и Америка, и Европа, смотрю, есть, и вся Россия наша прекрасная, у которой сейчас уже вечер, можно немножечко выдохнуть, отдохнуть и как раз-таки расслабиться, налить себе сейчас теплого чайку, пока я здесь вещаю. Потому что, когда мы пьем теплый чай, особенно если это теплый чай травяной, то он очень хорошо расслабляет, успокаивает. Мышцы, которые у нас целый день были в напряжении, тоже расслабляются, приходит такое, знаете, ну, состояние, в котором мы мечтаем. Потому что, если мы себе мечтаем в напряжении, а знаете, когда вот есть такая вот молитва, когда мы молимся из какого-то очень такого отчаянного, жалостливого, разжалобливающего состояния, вот эти, я не приветствую такие молитвы, такие вот желания. Потому что мы находимся в напряжении, все, когда мы напряжены, происходит намного хуже. Даже выздоравливают люди, когда они в напряжении намного дольше. Мы выздоравливаем, когда у нас тело отдыхает, когда мы расслабляемся. И именно из этого состояния расслабления можно начинать желать. Смотрите, почему декабрь, вот он очень наполнен будет сейчас суетой. Все будут бегать, все надо успеть, сдать все проекты, подготовиться, всем надо нарядить елки, все закончить, всех навестить, всем открытки подписать, подарки всем заказать, все успеть. Забывая самое главное, что вот эта суета и приводит нас вот к этому самому внутреннему напряжению, из которого мы потом формулируем наши желания на будущий год не совсем правильно. Почему? Смотрите, если вы будете постоянно в этой гонке, то что у вас останется? У вас будет состояние желаний, из которого будете желать себе что-то. Вы знаете, такое, вот представьте себе, вот ты набегалась, как электровеник. Пришла и такая, ух, ну мне хоть бы чайку попить успеть. Вот это ошибка состояния хоть бы. Из состояния хоть бы желать ни в коем случае нельзя себе. И мы начинаем формулировать там, ой, ну хоть бы мне в этом году ипотеку закрыть. Ой, ну хоть бы вот муж, ну вот, не знаю, пить бы перестал бы пиво, а там уже, если перестанет, то мы уже хоть с ним там как-то договоримся, чтобы он там работать. Может быть работу сменил и зарабатывать побольше начал. Я сейчас такие общие беру, да. Вот это хоть бы. Вот как только вы для себя, даже внутренне, не важно, что вы проговариваете, но внутреннее состояние, внутренней формулировка, она тоже очень важна. То, как вы вот это туда пожелали, сказали без выдоха вот этого, ой, ну мне бы вот хоть бы вот это, то вам хоть бы и дадут. Вот этот вот лишь, лишь немножко, лишь вот этот хоть бы кусочек вам и достанется. И будете довольствоваться хоть бы вот этими остатками. Поэтому. О, девушки пришли, хорошие, добрые, да. Ну ничего. Вот как раз таки из этого состояния, когда, смотрите, вот мы подходим к тому дню Х, высвободите себе несколько дней перед Новым Годом, за недельку до этого, когда последние дни все носятся, а вы наоборот. Уйдите в такую тишину. Разрешите себе погулять побольше. Вытерите время, чтобы просто взять деток. Или даже попросить, тем более будет под Новый Год, ну все родственников видят, бабушек, дедушек, когда вы оставили с детками, и просто на часик вышла, сама с собой погуляла. Подошла там, не знаю, в парк куда-то, с деревцем постояла, обняла дерево, постояла, посмотрела на облака, полетели куда-то, если погулять на берегу моря, океана, погулять в роще, сходить, не знаю, на лыжах, на коньках. Для себя. Когда ты расслабилась, выдохнула, и когда у тебя пришло внутрь такое состояние покоя и тишины. Когда еще приходит состояние покоя и тишины? Вот мы носимся, 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 и у нас наступает такое отчаяние. Блин, я ничего не успеваю, я вот это не могу, вот это у меня не складывается. И опять начинается хоть бы лишь бы. Тут у нас очень много наваливается на нас установок, со всех сторон информационный шум. У нас сейчас просто огромная информационная атака идет. Сколько мы сейчас слышим с разных сторон всего. Открываешь, у кого есть такое, вот мыкните мне в эфире, у кого есть такое, зашел куда-то в инстаграм, просто там зачем-то друга посмотреть. Увидел у одного блогера другое, тебя увело на третий аккаунт, тут же у тебя какая-то заинтересовала яркая статья про то, что где-то у кого-то что-то плохое случилось, и ушел. И вот этот информационный шум, даже от того же самого инстаграма, а там у нас еще и телевизор подсоединился, а потом еще под подружка позвонила, а потом еще где-то соседи в подъезде что-то там подтянули, а потом в родительском чате кто-то что-то затянул. И отовсюду на нас сыпется информация. Вот знаете, надо уметь от этой информации абстрагироваться. Понятное дело, что ты не выкинешь айфон, но когда мы хотим что-то, что получилось, мы хотим получить хорошее образование. Для этого нам нужно сесть и поучиться, приложить к этому усилия, пойти поучиться в университете, посидеть, поделать домашние задания, написать рефераты, доклады и так далее. Или, когда мы хотим купить себе дом, таунхаус, нам для этого нужно приложить усилия, нам нужно для этого поработать хорошенько, придумать какие-то классные идеи, вложиться, не поспать пару ночей, там, ну, пару-то я утрированно, да, у всех по-разному. То есть, когда мы что-то очень хотим получить, когда наши дети получают, готовятся к экзамену, для этого нужно посидеть по потень. Так почему мы считаем, что если мы хотим получить что-то от вселенной, нам не нужно немножечко для этого поработать? И в эту работу входят всего лишь такие вещи, как освободиться от информационного шума, как мы можем себе это обеспечить? Ну, банальные вещи, такие, которые я вам сейчас скажу, вечером, перед сном, перестать листать ленту вот этих всех соцсетей. Разрешить себе, запомните, с 9 часов вечера наш ум до 11 должен отдыхать. Наша прана, наша жизненная энергия, из 100, из которой мы как раз-таки и создаем намерение, она должна обязательно восстанавливаться, ресурс должен восполняться. Приблизительно с 11 часов до часу ночи идет самое серьезное восполнение праны. Это не то, что значит, что в 11 вы должны пойти только отдыхать, вы уже должны глубоко спать. То есть, ваши все гаджеты должны быть вдалеку отложены. Разрешите себе, понятное дело, что не всегда бывают дедлайны, но если вы хотите создать это намерение, хотите, чтобы оно сработало, вложитесь в это. Дайте себе за рог, что вы вот с этой недели, да, в 9 часов как штык телефон всем написали пока-пока, ставите на какой-нибудь режим не беспокоить, убираете его в шкаф, в другую комнату. Вообще, в идеале не спать в телефонном в одной комнате. Я надеюсь, здесь нет таких людей, которые с телефоном спят под подушкой. Я думаю, что все давно уже знают, что телефон это, конечно же, радиация, это излучение. Всю ночь телефон лежит. У нас, как правило, у всех практически смартфоны, которые всю ночь лежат и подгружают информацию. Подгружают информацию откуда-то извне, и мы не знаем, какая информация нам там загружается. Сири дай ответ, и Сири лежит, и ушки греет. Какие у нас там сны, что у нас происходит в нашей ауре? Нам это не нужно, мы убираем телефон из нашей ауры, вообще из нашего поля. Хотя бы 3 метра от нас телефона быть не должно. Я оставляю телефон. Вот у меня, вот моя большая спальня, вот здесь я сплю, на этой кровати. Вот там у меня моя большая ванная комната, и через ванную я прохожу в шкаф. И вот в шкафе я далеко от себя, там в 10 метрах я оставляю телефон. При этом я его еще и выключаю. Это я вам просто рассказываю, как создать себе информационную тишину. Что тишина может информационно наступить не только, когда вы осознанно отключаетесь от получения звонков и смсок из соцсетей, но и неосознанно, когда подгружается вот это все, в поле постоянно идет подгрузка. В идеале нажать кнопочку, у меня часто телефон со мной под подушкой. Ай-яй-яй. Вы представляете себе, у вас голова, головной мозг, идет сильнейшее излучение, потому что этот аппаратик постоянно, каждую секунду принимает волны, радиоволны. И когда он лежит у вас близко к голове, даже есть такие врачи говорят о том, что вот последнее время, последние годы начали наблюдать, что даже есть, не хочу сейчас страшное говорить, но опухоли мозга, которые локализованы вот здесь, вот возле наших девайсов, когда мы держим телефон возле уха. Я надеюсь, уже все мои умненькие мамочки давно не говорят вот тут вот по телефону, у всех давно есть втыкающийся наушник, или вы включаете просто на спикер фон, да, вот вы по громкоговорителю разговариваете, не прислоняя к себе телефон близко к голове. Если режим самолета, все равно немножечко подгружается информация тоже. Надо полностью выключить девайс. Полностью выключаем его, и когда он у нас выключился, мы оставляем его где-нибудь там в другой комнате, и пусть он там себе спит. Ну, вам же нужно отдохнуть, вы же идете для этого, уединяйтесь в спальню, поэтому положите свой телефон тоже. Все, хватит уже, что, как посмотреть время, у меня тоже этот был вопрос. Вот смотрите, я себе купила вот такие часики. Вот у меня стоят ночью часики, которые светятся вот такими вот огоньками, и я ночью лежу, и могу их подглядывать, видеть тихонечко в темноте, сколько времени сейчас. Вот. Будильник тоже, например, у меня Макар, у меня есть сыночек, он встает раньше всех у нас, потому что ему нужно утром идти на пробежку, он готовится к школе, и чтобы он тоже не спал с телефоном, мы с ним договорились. Я купила ему специальный такой, господи, не часы, браслетик, который вибрирует. И он в определенное время, ночи или там суток, он начинает вибрировать. Он кладет этот браслетик с собой на тумбочку, он когда вибрирует, он от этого, знаете, когда в столу начинает вибрация такая, он просыпается. Вот. Ничего нет от телефона, это мифы. Считайте так. Продолжайте спать с телефоном под подушкой, разговаривайте с ним вот так вот. Сидите в нем до купения. И особенно, знаете, какая, что мифом, наверное, вы скажете, является. Знаете, в последнее время супружеские пары, знаете, как выглядят в постели? Они приходят ночевать, и каждый сел в свой телефон, даже об этом уже снимают тиктокеры, видео, и рилсы снимают. А раз об этом снимают, значит, это правда жизни, это боль жизни. Люди, муж и жена, приходят в постель и общаются не друг с другом, а с телефоном. А иногда друг другу пишут смс-ки из комнаты в комнату. А ты там то не забыл? А ты мне это принеси. Кто так не делает? Скажите, пожалуйста. Ну, все так делают. Поэтому, когда мы приходим вот в тишину, в свою вечернюю, убираем телефон, если кто-то хочет. Нет, браслет работает не от телефона. Есть отдельные такие браслетики, которые просто, ну, как вот будильник. Будильник же не от телефона работает. Беспроводные наушники тоже не классная штука. Айрподсы. Лучше от них избавляться. Вот у меня дома валяются везде проводные наушники, и я их всех деткам распихиваю. Но мы с вами отклоняемся от темы, ребят. Я знаю, что тема здоровья – это моя сильная сторона. Я очень люблю рассуждать на тему, как поддержать свое физическое здоровье. На самом деле, конечно, это неотъемлемая часть нашего и другого, ну, финансового благосостояния, нашего счастливого состояния, внутреннего ресурсного состояния. Конечно же, наше здоровье. Это первая сфера, которую мы меняем. Но все-таки у нас сегодня тема, как сбывать свои мечты, как сбывать свои желания. Поэтому давайте перенастроимся. Вот правильно пишут девчонки, лучше книгу почитать, чем наушники. А лучше какую-нибудь книгу на эту тематику, которую мы себе расчищаем наше пространство. Второе. Когда мы создаем себе информационную тишину, вот в это состояние расслабления можно прийти при помощи медитации. Обычные, простые медитации. Медитация – это не обязательно то, что если вы должны там сидеть, включать в себе какую-то музыку. Да, с музыкой проще. Мне, например, проще войти в медитативное состояние, если это какая-то управляемая медитация. Когда мы включаем, и нам говорят там «Расслабляйся, моя левая нога», «Расслабляйся, моя правая нога». Когда нам подсказывают, как выкинуть и избавиться от всяких негативных мыслей, которые… То есть мы успокаиваем. Медитация – это успокоение ума. Поэтому все то, что вам может помочь, как медитативная практика, кому-то помогает просто сидеть и созерцать природу. Молча, в полной тишине. Или с какой-то красивой музыкой. Кому-то медитация – это просто спокойная ходьба, когда вы гуляете и фокусируете свой взгляд на природе. Это парк может быть. Любая медитация – это… Она не обязательно должна длиться долго. Вы можете потратить на нее всего лишь 20 минут. Но у вас уже придет в голову такая спокойствие, отсутствие хаоса. Объясню, почему этот хаос, который предновогодний шум создается, почему он так опасен, и почему 9 из 10 новогодних желаний никогда не сбываются. По одной простой причине. Когда мы в хаосе, когда мы в этой гонке, мы начинаем загадывать. Посмотрите, наши загадывания, как правило, могут приходить как от темных сил. Потому что в нас всех есть две стороны. Мы все дуальны. У нас в каждом есть светлое. У нас есть зажжен свет просто по праву рождения. Мы рождены светлыми ангельскими душами. Но в нас, конечно же, со временем жизни приобретаются и темные стороны, искушения различные, установки, невера в себя. Когда нас лишают этой веры и уверенности, что нам все подсильно, нам все подвластно, нам все дается. Стоит нам только искренне, от души, как ребенку, знаете, вот так вот пожелать. Мы начинаем сомневаться в своей всесильности. Мы начинаем сомневаться в том, что Вселенная – это любящий Бог-Отец, который нас, как детей своих любимых, хочет наполнять. И наполнять всем тем, учить нас, проводить нас по той дороге, которая для нас будет оптимальной, для нас будет самой лучшей. И вот наши желания, которые мы формулируем перед Новым годом, очень важно отследить. Они к нам приходят от темных или от светлых. Как это понять? Вот смотрите, если мы себе желаем каких-то быстрых взлетов, каких-то нереальных головокружительных карьерных вещей, каких-то… Вот смотрите, очень важно сесть и без страсти, без этой… Вот когда мы в новогодней суете, мы видим у кого-то где-то какие-то там рекламки пошли, у кого-то какие-то подарки, у кого-то у подружки там ей подарили какой-то шикарный подарок, который вы увидели, или у вас там, блин, вот бы мне такую сумочку, или, ой, блин, мне бы вот такую поездку. И мы начинаем думать, что как классно, если бы я тоже выложила вот эти фотки новогодние не из своего там поселка где-нибудь подмосковного, а из какой-нибудь теплой страны. И мы начинаем думать, как классно смотрелась бы наша лента, если бы… То есть мы загадываем не то, что от чего нашей душе радостно и спокойно, а может быть вам прогулка в лесу у вас в подмосковном поселке будет намного душевнее. И для этого нам и нужна вот эта тишина. Когда мы хотим не за то, чтобы покрасоваться где-то, мы не чужие желания считываем и себе их приписываем. Что вот посмотрели на красивую картинку, блин, какие модные сапожки там у такого-то блогера, тоже себе такие хочу. Да может у вас свои там, не знаю, сапоги, не знаю, валеночки любимые, ну, я имею в виду там, уги, не знаю, какие-то такие, намного приятнее. Вы понимаете, да, о том, что не считываем чужие желания, не присвоим их себе. Считываем то, что вам действительно истинное желание, это то, которое делает вашей душе светло, хорошо, спокойно и радостно. Вот вы это получили, потому что очень часто, вы тоже мигните, если кто-то это замечал за собой, мы нажелали себе какую-то материальную вещь. Ну, предположим, вот у кого-то увидели классные ботиночки, вошли, порвали себе зад, приобрели эти ботиночки, заказали, распаковали, минутная радость, и потом этой радости больше нет, потому что в душе все равно насрали. Потому что в душе радости, успокоения нет, тишины нет вот этой вот, когда ты в благостном состоянии, покоя, ты просто начинаешь закидывать вот эти все свои дырки, неуверенности в себе, вот этого чувства нехватки внимания, нехватки того, что тебе что-то постоянно вот не додают, не расчищено внутреннее состояние от этих вот установок, что, блин, мне, чтобы вот надо будет потеть, что мне там недостойно вот этих вот всех даров жизни, и мы начинаем вот эти дырки душевные, пустоты, прикрывать какими-то материальными благами. Мы хотим вот это, мы хотим вот то, и когда мы это получаем, у нас минутная радость, которая дальше приводит к еще большему опустошению. Замечали такое? Вот я себя поймала, иногда у меня бывают такие состояния, что я начинаю просто маниакально заказывать себе всякие там красивости, благости, забывая о том, что я это делаю на какие-то внутренние непроработанные, нереализованные штуки. Какие внутренние вещи нас могут сяготить? Опять же, что перед Новым годом важно будет вспомнить. Важно будет вспомнить о том, то, с чего я начала, что мы достойны. Мы по праву рождения, нам дано желать, нам дано хотеть, и нам дано получать это. И если мы это делаем в состоянии расслабленности, и еще очень важный факт, когда мы что-то себе придумываем, желаем, важно сфериться. Вот смотрите, как я это делаю. Я, создавая это желание, представляю себя уже там, получившей вот это-то желаемое. Что я там испытываю? Вот когда я, например, долго хотелось просыпаться каждое утро с любимым человеком, с мужем своим, я была мамой-одиночкой. Наверное, я думаю, ну не нужно объяснять долго, что такое состояние, когда на тебе три ребенка, и у тебя нет мужчины, нет поддержки, ты находишься в чужой стране, а это была моя настоящая ситуация, когда я осталась, переехала в Америку, рискнула, да, но вот мужчины у меня не было. И вот у меня было настолько это заветное желание, у меня мое внутреннее чувство одиночества, вот нужно почувствовать, где оно проявляется в теле, как, каким образом оно проявляется в теле. У нас всегда какое-то чувство какого-то вот ожидания, хотения или отсутствия какого-то, или страха локализуется где-то в теле. Вот представьте себе сейчас чего-то, что вы очень сильно хотите. Вот, ну, предположим, я хотела себе мужчину, которым я буду просыпаться. И я чувствовала, когда вот я, как я ощущаю это одиночество, у меня вот здесь, вот где-то под грудью, в состоянии солнечного, вот в месте солнечного сплетения было ощущение подсасывающей такой дыры, как будто бы из меня выходила такая, знаете, тоска, тоскливая, я называю это взгляд тоскливой тухлой рыбы, когда женщина, знаете, такая вот тоскливая, ждет мужа, и у нее вот отсюда выходит энергия. И чтобы вот это прекратить в себе, не упускать энергию вот этой тоскливости, мне хотелось ее восполнить. Я представила себе, как я, вот что такое для меня быть одинокой женщиной? Это просыпаться одной в постели, или просыпаться, или засыпать, когда я не могу пойти и там посоветоваться с кем-то, поговорить с кем-то. Я сразу ловлю, где это у меня в теле локализуется. И вы ищете, где вот это состояние, чего вы хотите, или чего вы наоборот, боитесь, или, ну, боитесь потерять, как оно у вас локализуется в теле, и реагируете на это. И даже можно метафизически, метафорически, знаете, как вот взять и себе вот это место поддержать руками, залечить, залатать вот это место, погладить. Если вы чувствуете, что у вас отсюда уходит энергия, то вы представляете себя в том месте, когда у вас, например, ваше желание уже сбылось, вот у меня отсюда уходила энергия, потому что мужчину я, у меня его нет, и у меня вот эта тоска выливается, сердечная моя. Я представляла себя просыпающейся утром, я писала себе в тетрадке и проговаривала каждый день, обращаясь к нему уже существующему, хотя в реальности его еще нет. Но я его где-то себе уже в пространстве, потому что у Бога, у него нет времени, пространства, ощущения вот этих наших земных мерил, старения, времени, вот эти все, ширина, высота нету. Там есть только любовь, безусловная, огромная, которая где-то уже в пространстве, ваше желание, оно существует, только просто нужно протянуть его и на себя примерить, как кофточку. Поэтому я на себя примеряла вот этот паттерн с бывшегося мужа. Я себе обращалась к нему, к любимому, такому светлому. У меня не было четкого образа, даже как он выглядит. У меня какие-то были образы, такие, знаете, рекламные больше, которые я понасмотрелась, поэтому я больше обращалась к этому состоянию, того светлого человека, доброго, щедрого, мужественного, за которым я буду чувствовать себя расслабленной женщиной, когда мне не нужно будет брать меч и воинствовать, и, знаете, крушить мир, чтобы защитить свою семью, с которым я буду стоять. И, знаете, вот это чувство выдоха, когда плечи больше не держат, когда вы концентрируетесь на том, что вот в теле, да, у меня были зажаты вечно плечи, на них был такой груз ответственности, когда сбросила с себя ответственность. И вот в этот пазл, который рисовался, такой, знаете, светлый силуэт вот этого мужчины, который там где-то брежет, я подставляла эту свою картинку, да. Или, например, вы хотите похудеть. Я просто беру разные у кого-то желания. Кто-то хочет постройнеть, опять же, похудеть, плохое слово, очень внимательно смотрим то, что мы формулируем. Вот это худеть от слова худо, да, постройнеть кто-то хочет. Вы себе представляете вот эту красивую, стройную силуэт, картинку, да, вот той сброшенной с этого веса, этой тяжести, когда вам легкость появляется в теле, в душе, от проделанной работы. Вы себя хвалите, да, вы уже представляете себя ту постройневшую, когда вы там, вот солнце яркое и такой силуэт, стройные же девушки, у которой там нет пузика висячего, да, там подтянутые формы. И какая вы легкая, какая вы расслабленная, какая вы довольная собой, какая вы в удовлетворении и в себя похвалить в таком состоянии. Я молодец, я себе это разрешила, я себе это позволила, мне, я это заслуживаю, мне это можно, да, я могу быть стройной, мне не нужно защищаться от внешнего мира, от уколов мужа, от ударов судьбы, большей на моем лишним весом. И вот этот прекрасный образ вашего желаемого вы подстраиваете в эту ситуацию, в это ваше желание. Можно ли сделать, сосредоточиться на таких желаниях, когда вы в беготне, в суете, в информационном шуме? Нет, это очень сложно. Для этого и как раз таки и важно попасть в эту тишину. И медитация, повторю, вот меня спрашивают, вы сами пришли к медитациям? Знаете, для меня, да, сама пришла пешком, причем на океан. Для меня медитация, когда еще, знаете, это не было модным мейнстримом. Сейчас уже все, кому не лень медитируют, это очень классно, это очень хорошо, я рада такому в течении. Но для меня, например, 7 лет назад, когда я приходила в Лос-Анджелес, гуляла здесь по берегу океана, это и была медитация. Это было мое такое успокоение, когда я себе намечтовала вот то, что хочется. Если у вас мечты небольшие, пусть они будут маленькие, пусть они будут такие, знаете, только ваши, выписывайте их. У меня, например, на моем, на моем, на моей стене висит карта желаний. Я ее составляю каждый год. И вот девчонки, которые меня фоловят, и тут мои подписчики со мной тоже, знают, что каждый год, после Нового года, у нас есть прекрасный ритуал, прекрасная традиция, вот моя карта желаний висит. Я ее составляю не в Новый год. То есть, Новый год для меня, это как репетиция. И к Новому году я как бы очищаюсь от старых установок. Я себе разрешаю, выгружаю все старое, что у меня, обиды, несбывшиеся претензии к Богу, к мужу, к работе, к начальникам. То, что мы делаем, готовясь к этому новогоднему нашему загадыванию желаний, вот когда мы с девчонками делаем эту карту желаний, а делаем мы ее, кстати, на китайский Новый год, потому что он издревле как бы более мощный по астрологическим аспектам, по состоянию планет, поэтому мы всегда встречаемся. Если кто-то не знал, я вас буду с радостью ждать. В конце января, в начале февраля, как правило, бывает китайский Новый год, и в этом году, к сожалению, китайский Новый год опять выпадает на ретроградный Меркурий. А когда у нас идет период ретроградного Меркурия, все действия происходят немножечко, вот знаете, вот то, что я вам говорила, желания ложные, желания от темных немножко приходят нам в голову, и у нас нет возможности в ретроградный Меркурий отсоединить, отсеять эти желания и почувствовать истинность своих желаний, что это не от темных пришло, вот просто такая хачучка, которая просто была навеяна, ну вот желанием где-то там покрасоваться, да, просто, а не то, что вас действительно наполнит, расслабит, ресурс вам даст какой-то, да, дальше двигаться. Вот в ретроградный Меркурий все происходит именно такие, приходят какие-то темные идеи, могут быть пробуксовки, потому что загадываем себе, это же желание сбывается через пень-колоду, через какие-то препятствия, вот поэтому я в этом году хочу дождаться окончания вот этого периода, затмений эретроградного Меркурия и начать делать карту желаний приблизительно 3 или 6 марта, поэтому мы с вами в Новый год репетируем, да, подготавливаем, выгружаем старые установки, анализируем, ага, я накопила в себе много претензий к мужу, у меня дофига, ну, короче, муж козел, вот буду загадывать, чтобы он наконец стал нормальным мужиком, стал хорошо зарабатывать, стал хорошо ко мне относиться, стал дарить мне подарки, стал мне делать комплименты, но при этом забывая, что у мужа козла, жена-то кто? как только мы начинаем к мужу относиться как к Богу, боготворить, да, даже если он делает осечки, помните, подгоняем его под тот светлый пазл, который мы себе намечтали, и когда мы начинаем его и воспринимать как вот это светлое что-то, он от нас эту энергию начинает считывать, он от нас начинает получать этот посыл, что мы к нему относимся без претензий бесконечных, да, количества, когда мы им вечно недовольны, мы вечно разочарованы, я знаю, я на собственном примере знаю, какие, кажется, сейчас очень трудные вещи, я говорю, но попробуйте хотя бы в качестве эксперимента поделать это недельку, и вы увидите, как ваш муж начнет меняться, начнет дарить вам больше подарочков, даже если это маленькие какие-то знаки внимания, какая-то поездка, какой-то просто выйти с ним вдвоем куда-то, он скажет, слушай, а давай с тобой сегодня только мы с тобой вдвоем сходим, я позаботился о том, чтобы детей пристроить там бабушкам, и это нужно обязательно замечать, восхвалять, и тогда вы станете богиней, потому что у мужа бога жена богиня, вот, поэтому, если вам интересно будет позаниматься картой желаний, подготовиться к ней, потому что, как девчонки, которые вот знают, что я даю прям подробно все задания, вот этот день мы выгружаем старая накопившаяся неуверенность, как мы ее выгружаем, мы проговариваем определенные фразы, определенные аффирмации, потому что проговорить вовне какую-то четкую, что мне больше это не нужно, на мне это больше не работает, я отпускаю эту установку, например, да, там с тем же мужем, я пробовала много раз говорить ему, что там, не знаю, ты должен зарабатывать больше, но от того, что я ему это бесконечно говорю, он не зарабатывает больше, все, это на мне больше не работает, мы можем проговорить, что я избавляюсь от моих родовых установок, от всех негативных программ, которые мне были написаны. Ведь иногда с нами случается что-то в жизни, то, что нам не нравится, негативные какие-то события, не потому что мы плохие, не потому что мы где-то что-то наворотили. Это может происходить по каким-то нашим предыдущим родовым кармическим программам. Мы можем тащить это от нашей бабушки, от нашей мамы, от нашей прабабушки. У них что-то происходило в жизни с большим напряжением. И когда вы родились, это напряжение могло у вас остаться, поэтому будут тяжело зарабатываться деньги, поэтому будет с трудом выстраиваться личные отношения, поэтому с трудом будет по здоровью все складываться, будет лишний вес, проблемы с щитовидкой, бесконечные инфекции, болезни, воспаление и так далее. Мы можем иногда это тянуть все, но мы можем в этом нашем воплощении все это распаковав, избавившись от этих программ. Как это делать подробнее, ну, наверное, я за один эфир, там, часовой, вам не расскажу, но я это все потихонечку к нашей карте желаний, да, которые мы будем с вами составлять 3 или 6, я выберу, скорее всего, 3 марта, мы с вами подготовимся и сделаем. Вот, да, есть прекрасная в свободном доступе, за нее не надо платить, есть прекрасная медитация прощения. Так и называется медитация прощения, Артем Толоконин ее и создал, она в Ютьюбе, у меня там больше миллиона уже просмотров. Просто делать эту медитацию прощения, освобождаясь от этого нагруженности и претензий к нашим родителям. Мы все их тянем с собой в нашу взрослую жизнь, когда мы, знаете, какие бы хорошие, сладкие, славные родители не были бы у нас в жизни, нам всем приходится в жизни, знаете, как говорится, нанимать психологов потом в взрослой жизни. И я к этому, кстати, абсолютно спокойно отношусь. Кто не знает, у меня четверо детей, я мама четырех, и моему старшему ребенку, моей дочке Василисе, вчера исполнилось 18 лет. А моему младшему ребенку, сыну-севушке, сейчас полтора годика. То есть у меня у деток разброс очень большой. И я могу говорить с позиции взрослого родителя, такого, знаете, уже взрослого наблюдателя, и как такой новоиспеченной мамочке. И вот я вкладываю в своих малышей, ну так много, ну так много, и сисечкой их кормлю долго, да, чтобы вот этот контакт оставить с ребеночком, чтобы остаться с ним на таком очень тесном соединении, чтобы передавать ему информацию, спокойствие, уверенность на таком, знаете, невербальном уровне, на уровне молока. Ведь молоко, которое мы кормим наших детей, это информация, это информация о любви, о нашем принятии, о том, что с тобой все хорошо, с тобой все правильно. Да, мамочка, пока она с ребеночком, он маленький, он от мамы никуда, ни на шаг не отходит. Нам нужно везде водить его за ручку. Почему? Потому что мы в детстве этого маленького ребеночка напитываем своей любовью, своим вниманием, напитываем его уверенностью в том, что он любимый, в том, что он в безопасности, да, он получает от мира вот это чувство, что если даже я сейчас споткнусь и упаду, мамины руки меня подхватят, я всегда, мне всегда помогут, помогут. И если этим напитать в маленьком возрасте вот этого малыша, да, моего полутора месяца, полуторагодовалого, то во взрослом возрасте вот этой Василисы моей 18-летней, которая сегодня полетела первый раз одна в другую страну, в Мексику, она полетела отдыхать, ей подарок сделали на день рождения, у них остается вот это ощущение напитанности, информационной вот этой любовью, как у этого любовь уже исходит, как в детстве мама, это весь мир для ребенка, это как божество, то во взрослой жизни вот эта проекция мамы исходит от Вселенной, от Матери-Земли, которой они черпают вот эту уверенность, понимаете, чувствуете, в чем идет аналогия, почему так важно. Поэтому, когда вот этот взрослый ребенок знает, что он напитался от мамы, но я спокойно и с пониманием отношусь, что Василисе, даже моей взрослой, 18-летней, тоже нужен психотерапевт, когда у нее есть запрос, я даю ей психотерапевту, с которым они работают, и я этого не стесняюсь, это не значит, что мы были с Вами плохими мамами, плохими родителями, что-то упустили, это потому, что человек каждый, рождаясь от роду, обладает разными внутренними качествами и внутренним запасом ресурсов. И вы знаете, да, что мы все разные, что одному, как с гуся вода, вы знаете, можно не пробить его броню, можно его ранить, какими-то копьями в него втыкать, он будет, ну то есть различные удары судьбы будет сносить очень стойко, есть люди просто стойкие от природы, у них вот по родовым каким-то их программам, по кармическим каким-то данностям, они стойкие, но есть люди очень уязвимые, есть люди, которые действительно реагируют очень тяжело на критику, у которых слово мамы или папы, какое-то сказанное в гневе, они, может быть, так, правда, и не думали, например, там, не знаю, ты бестолковая бестолочь, ничего из тебя толкового не получится, они это сказали в сердцах, потому что в этот день у мамы, а мама устала, мама, маму там саму оскорбила, там, папа или кто-то на работе, и она просто свою вот эту усталость выместила на ребёнке, да, она не хотела его, а ребёнок сглотнул, да, знаете, он был, вот это изолированное, знаете, драматичное вот это событие, с которым ты потом ни с кем не поделился, он схватил вот это ощущение от мамы с папой, я бестолочь, без меня ничего не получится, и так им даже стыдно рассказать своим друзьям и подружкам, я же бестолочь, у меня ничего из меня не получится, вот мои друзья, у них всё получится, они приходят, говорят, да я такой классный, да я пойду получу такое-то образование, да у меня всё получится, да мне дадут родители, там, профинансируют то пятое-десятое, и мы себя сравниваем с другими и думаем, блин, а я бестолочь, и вот эту бестолочь несём всю жизнь в себе, и опять же, не потому, что мама с папой были плохими, пожелали нам быть вот этими бестолочами, у них самих было куча травм, куча болей, нет плохих и хороших людей, у нас в любой момент времени могут оказаться более низкие ресурсы, да, энергетические, и мы в этих низких ресурсах других можем ранить, другим можем, да, напортить, поэтому, когда вырастают детки, ничего страшного нет в том, что если они позанимаются с психотерапевтом, если вы им скажете о том, что мой ребёнок, ты знаешь, ну, ребёнок, да, там, сыночек, дочка, там, Василисушка, ты знаешь, прости меня, пожалуйста, я, знаете, я взяла себе за правило, что каждую неделю я со своими детьми, я просто прихожу и прошу у них прощения просто так, просто прихожу, говорю, слушай, прости меня, если она тебя на этой неделе там наорала, ну, я могу вспомнить что-то, или там не похвалила тебя должным образом, вот человек пришёл, потому что мы никогда не забываем поругать за плохие оценки, за плохую успеваем, за то, что нам там учитель пожаловался на наших детей или что-то такое, но мы очень часто забываем похвалить мужа, детей за то, что они выбросили мусор, вымыли посуду, убрали за собой постель, вам не нужно было за них это доделывать, да, это мелочи, да, казалось бы, это то, что они должны делать по умолчанию, но если вы их похвалите, вы дадите им этот ресурс, вы их наполните и себя наполните, потому что когда мы кого-то хвалим, когда мы благодарим даже за что-то не очень хорошее, даже если было что-то вот на этой неделе и произошло что-то негативное, это я вам подвожу к тому, что к Новому году, когда вы будете готовиться к сбыче ваших желаний, то, пожалуйста, поблагодарите себя даже за что-то, что было негативное в этом году, за какие-то уроки, за ваши потери, за то, что вам что-то не дали, вам это не дали не потому, что опять вы плохие, что-то сделали не так, а потому что с данный момент времени Вселенная, Бог или ваша жизнь, ваш кармический космос хочет вам дать понять, что может быть на что-то нужно обратить внимание, что-то требует вашего внутреннего освобождения от установок, да, и наполнения себя дополнительным ресурсом каким-то, да, вот этой уверенностью, что-то вам, может быть, сейчас не нужно, потому что для вас будет правильнее получить это немножко позже, а может быть, вам это вообще никогда будет не нужно, и вам дадут что-то гораздо более хорошее. Доверьтесь, раскройте в себе вот этот источник доверия, что не вы знаете лучше, как вам надо, а там знают лучше, как для вас правильно и должно. И вот в этом состоянии доверия, благодарности даже за плохое, благодарим за ругань, знаете, вот я иногда подхожу к мужу своему, мы с ним посрёмся, поругаемся, я прихожу и говорю, слушай, спасибо тебе большое, я благодарю тебя за этот конфликт, потому что он показал во мне мои слабые стороны, что я всё ещё нетерпима к такой-то теме, что вот это меня бомбит, потому что я в себе вижу эти несовершенства, я себе не могу, знаете, ругаюсь с мужем за то, что мне кажется, я так много делаю, я так много делаю, я и это успела, и то, и пятый, и десятый, и дома у меня порядок, и дети у меня чистые, накормленные, и то и сделаю, и пятый, а ты так мало сделал, ещё и устал. И я прихожу, меня набомбило, я на него наругалась, а потом посидела такая и думаю, блин, это же мне только что показали, что я себе просто тупо не разрешаю не быть вот этой прекрасной, самой лучшей на свете мамой. Я перфекционизмом своим собственным беру и сру ауру в доме и ругаюсь со своим мужем, понимаете, чувствуете, что я в себе отловила в том, что даже ссора может идти нам на благо, даже какие-то негативные, что нам не дали, мы так хотели ипотеку закрыть, мы так хотели уже выкупать, но не получилось, вот зараза, локдауны эти все, и вот дела в бизнесе пошли не так, как ты планировала, и не смогла ты к Новому году реализовать задуманное. У Вселенной есть на это свой собственный план, и когда ты в состоянии тишины, расслабления, спокойствия делаешь что-то, тебе обязательно дадут. И последнее, что перед тем, как я закончу этот эфир, я хочу вам напомнить, очень важное. Как отличить дело, потому что у нас всех все равно есть очень много запронцев финансовых, правильно? Нам всем очень важно, ну, это нормально, желать себе финансовые блага, это очень хорошо и правильно, желать себе финансовые блага, потому что это чувство безопасности, это чувство уверенности в себе, да, когда у нас есть финансовая безопасность, подушка безопасности вот эта, а когда у нас есть эта финансовая безопасность, да, вот эта вот свобода, у нас есть чувство расслабленности, то, с чего мы начали наш сегодня с эфир, то, в котором нам приятно и правильно получается желать и запрашивать, и слышать то, что нам действительно нужно, а не то, что нам подбрасывают тёмные, да, вот эти какие-то мыслишки и желания. Вот эта финансовая сторона, смотрите, если вы что-то делаете, бьётесь, как рыба об лёд, стараетесь стараться стирать себя, добиваетесь добивать себя, пытаетесь пытать себя, да, через эти слова, значит, скорее всего, это не та область, которая принесёт вам светлые финансы, которые с вами задержатся. Иногда, когда мы вот так через тяжёлые какие-то прям вот невыносимые, знаете, ну, понятное дело, что нужно потрудиться, но когда это прям вот эти до невыносимости трудно, значит, вам дают знак, что, ребят, нужно менять сферу деятельности. Ну, это как с мужем, знаете, ну, если с ним уже прям невыносимо, если вот уже отношения такие вот уже абьюзерские, и однозначно муж, вот эти отношения вас больше имеют, чем вам дают, и ресурсом вас наполняют, значит, это не те отношения, нужно уже двигаться, либо менять мужу надо, либо вам менять такого мужа. То же самое с работой. Если работа вас не наполняет, если она вам не в кайф, если вы делаете что-то и не чувствуете, что вы созидаете вокруг себя мир, что вы сегодня поработали, и у вас прям удовлетворение. Знаете, у меня бывают такие дни, когда я допоздна сижу, и Москва вот проснулась, и навалились куча запросов, и я делаю, а мне по кайфу, я уже чувствую, что, блин, спать охота капец как. Но я делаю и знаю, что я благодаря вот этому запишу песню, которая поддержит такое количество людей, и песня будет такая красивая, и я когда буду петь, у меня душа будет петь, у меня будет внутри все раскрываться, и сделать, записать для этого видео. И знаете, что происходит? Вот когда такие вещи ты делаешь, я, знаете, я блогер, да, мне приходят деньги там от рекламы, от продажи каких-то товаров, от, не знаю, ну, всякие такие. Например, когда я записываю песни, когда я вкладываю из творчества, я, наоборот, трачу, я инвестирую туда. Но! Когда я начинаю это делать, я вот потратила, думаю, блин, на клип ушло там 5 тысяч долларов, на запись песни ушло там 10 тысяч долларов, боже-боже-боже, какие! Я это сделала, я это реализовала, мне по кайфу так, что просто выразить не могу, потому что когда я пою, ну, мне нравится петь, да, вот я певица, я то самое солнышко в руках, помните, вот солнышко в руках, и мне до сих пор нравится петь, это мое, это мое призвание, это моя любимая сфера деятельности. Я попела, и каким-то просто волшебным образом, я думаю, многие из вас это замечали, в жизни начинает складываться пазл так, что ты вложился в это и начинает приходить из ниоткуда, как раз таки, чтобы закрыть вот эту финансовую дырку. Ты туда инвестировал, и тут же тебе пришло покрыть вот твою эту инвестицию. Это же закон жизни. Если ты куда-то инвестировал с трудом с этим, и тебе не пришло, это значит, что больше в эту дырку не ходи, в эту ошибку больше не повторяй, потому что тебя это не наполнило, тебя это не расслабило, это не было на благо окружающим тебя людям, и не создало созидательную вот эту вот вокруг тебя ауру, это было не твое. Но не расстраиваемся, не злимся на себя, а благодарим за себя за то, что рискнули, попробовали, поняли, осознали, выгрузили эту программу, все, для меня это не подходит, я от этого отказываюсь, мне это больше не нужно, я готов и открыт для нового, классного, наполняющего и ресурсного. Вот, ребята, вот такие вот истории. Надеюсь, я немножечко открыла вам завесу про то, как правильно намечтовывать, потому что просто правильно сформулировать, записать свои желания, это одна техническая часть все-таки. То, какое состояние мы ловим во время вот этого своего проживания, на самом деле, желать можно каждый день. Можно составлять себе вот это чувство, мы каждый день можем программировать то, что будет происходить с нами в следующем месяце, на следующей неделе, завтра. Потому что мы рисуем эту жизнь своими руками, мы сами себе создаем. И если мы это рисуем, потому что пошли, позавидовали, обсудили, сплетничались, и потом из этого состояния пошли мечтать, да хрен вам. Вы отдали всю энергию, слили туда, где вы кого пообсуждали, куда на сплетничали, и на свои желания у вас ни хрена не осталось. Если вам откликаются такие эфиры, я готова вам проводить их снова и снова. Если вам откликается тема желаний, то я вас с удовольствием буду ждать на составлении вот этих нашей карты мечт, я буду с вами общаться, опять же, об этом всем настраивать. Я знаю, что, в принципе, мы все это подсознательно где-то чувствовали и знали, но каждый раз, когда мы это слышим, у нас как будто бы бум, и как будто бы, знаете, вот речка такая, знаете, устьев много, туда растеклось немножко, сюда растеклось, и потерялась. Все, речка растеклась, закончилась. А потом оп, и обратно в русло собрали, и опять бурным потоком горным понеслась река туда, куда текут наши желания. Вот, пишите, если кто-то не знал, подписывайтесь, с радостью буду вас тоже наполнять этой энергией, которой у меня много, которая мне вот просто по праву рождения приходит, и я благодарю каждый день этот поток за то, что мне дается такая действительно большая жизненная энергия, которой и мне хватает, и семье моей хватает, и людям я готова с радостью делиться. Поэтому буду рада видеть вас у себя в гостях всегда, поделиться с вами вот этим настроем, уверенностью, позитивом, обсудить мировые какие-то истории, которые сейчас происходят. Скорее бы уже карту желаний с вами сделать в этом году не успел, а сколько это будет стоить. Ребят, я, как правило, делаю какие-то цены, которые точно, знаете, не утянут ваш карман, инвестировать в свои желания, там, просто чтобы окупить этот эфир, платформу и так далее. Потому что для меня это, я тоже ее делаю с вами для того, чтобы сделать это для себя в том числе. Вот, по поводу моих песен быстренько скажу, по поводу моего творчества. Я сейчас записываю такое большое количество песен и новых, и мои прошлые песни я перепеваю в акустических версиях, под пиано. У меня сейчас просто такой творческий взлет, и я думаю, что в начале, как до конца этого года, я вам презентую уже, наконец, вселенную. Я просто хочу вам подарить ее уже с красивым видеорядом. Хочу подарить его вам в двух версиях, в танцевальной, в акустической. Я сейчас общаюсь с диджеями по поводу ремикса. Хочу прям такой, знаете, бандл подарить вам. Но и в следующем году, я думаю, выйдет мой альбом, и у меня, кстати, даже уже готова обложка для моего нового трека «Вселенная», который я тоже с радостью вам подарю, чтобы вы могли слушать. Ну и этот эфир я хочу закончить строчками из этой песни «Вселенная», которую многие, кто уже меня давно читает, кто был на моих мероприятиях, когда я была в Москве, выучили о том, что... Ведь у меня есть ты, и у тебя есть я, сбываются мечты, кружится земля, потому что ты, и потому что я, мы все вселенная, и я вселенная. Мы все с вами Вселенная. То есть мы все с вами есть Бог. Бог есть каждым из нас, и все мы частичка его прекрасного творения. Благодарю. Благодарю за прекрасный эфир, за эту энергию, я от вас тоже чувствовала этот поток. И буду рада увидеться с вами снова. Обнимаю, и вы у меня есть, а у вас есть я. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok